здравствуйте дорогие друзья и новые зрители канала сегодня хочу вам рассказать какие прекрасные нетребовательные цветы я буду сеять на рассаду в этом сезоне и всем вам хочу посоветовать обязательно посейте эти неприхотливые и в то же время потрясающе обильно цветущие многолетники которые будут радовать вас не один сезон своим цветением и так первый это пенстимон пенстимон незаслуженно редкий гость на садовых участках это неприхотливый многолетник с пышными кистевидными соцветиями крупные венчики полтора два с половиной сантиметров длиной нежных расцветок имеют рубчатую форму кончик разделен на 5 более или менее выраженных лепестков нити видные тычинки с темными пыльниками трогательно выглядывают из центра цветок белоснежный кремовый розовый сиреневый бордовый различных тонов красного зев может быть светлее по соцветиям и строению куста растения очень похожи на колокольчик но относится к семейству норичниковые стоящие прямо травянистые побеги длиной от 20 до 1 и 2 метра в высоту затраты времени и сил по уходу за пенстимона минимальный редкий полив и совершенно не требователен в уходе период цветения большинства видов и сортов пенстимона начинается в то время когда самые ранние цветы окончили уже феерию красоты а летники только-только закладывают бутоны первые цветки распускаются в мае начале июня а последние увядают в конце лета выращивание рассады пенстимона более приемлемо в ловьях средней полосы россии такие растения получаются устойчивыми и выносливыми высевайте семена пенстимона на рассаду с конца февраля до середины марта широкий ящик насыпьте влажную песчано-торфяную смесь посолите мелкими черными семенами в перемешку с песком опрыскайте из мелкодисперсионного распылителя плотно накройте куском стекла или прозрачным полиэтиленовым пакетом освещение необходимо рассеянное температурный режим обеспечьте в пределах 18-24 градусов следует поддерживать почву постоянно во влажном состоянии но укрытие для проветривания приподнимайте ежедневно при соблюдении указанных условий сходы покажется спустя 10-14 дней когда каждое растение выпустит по паре листиков приступайте к рассаживанию в отдельные емкости в открытый грунт высаживайте в первой декаде мая для посадки светолюбивого пенстимона подберите площадку под ярким солнцем от сильных порывов ветра и сквозняков кусты разваливаются поэтому высаживайте его в укромном месте почву пенстимон предпочитает рыхлую дренированную с кислой реакцией суглинок обязательно разбавьте крупнозернистым песком корневая система пенстимона боится вымокания поэтому низины и затопляемые талыми водами места для его посадки категорически не подходят герань розанна герань розанна это очень красивый и яркий многолетний который уже довольно длительное время радует глаз всех цветоводов мира это растение непривередливо морозоустойчиво и имеет множество ярчайших окрасов сорт розанна считается самым красивым видом герани в своем арсенале садовая герань имеет множество оттенков среди которых пурпурный синий фиолетовый а также беловатый стебли розанны длинные и лежачие а крупные цветки по форме напоминают бокал листочки имеют характерный только для этого вида насыщенный цвет и приятнейший запах у листвы свой незатейливый узор который очень бросается в глаза взрослые кустарники разрастаются до 70 сантиметров ширину существует масса различных видов герани розанны и все они имеют свойство зацветать в разное время например дабл джуэл махровый сорт самая высокая разновид высота ее иногда достигает 80 сантиметров миссис кэндал кларк вид герани с уникальными прозрачными лепестками самыми важными факторами при уходе за розанны является солнечный свет не меньше 6 часов на день наличие дренажа регулярный полив и время от времени подкормка минеральными удобрениями полив нужно производить только после того как почва растения полностью просохнет не заливайте растения потому что корневая система может начать гнить гибридная розанна очень морозоустойчиво и даже при минимальном уходе дает потрясающий рост и цветение но купить семена трудно их получают только путем скрещивания оригинальных предшественников гибрида само растение их не дает поэтому и цветет практически все теплое время года если посчастливилось купить семена то их не требуется как-то подготавливать высевают поверх влажного грунта слегка припудривая мелким песком накрывают пленкой и ожидают появления всходов до 14 дней пикировку проводят фазе 3-4 листочков песком накрывают пленкой и желающим кирпичным членом Котовник фасын. Котовник фасына распускается в течение всего лета, украшая границы газонов и дорожек лумб. Имеет бледно-фиолетовые цветы и листья с интенсивным ароматом. Котовник многолетнее растение вырастает до 50 сантиметров в высоту. Его цветы распускаются в течение всего лета, украшая границы газонов и дорожек, а также отлично смотрится в клумбе из роз. У него серебристо-зеленые листья в форме сердца. Цветет с мая по октябрь, а краска цветов сине-фиолетовая. Все растения, особенно листья, интенсивно пахнут, лучше растет в солнечном месте, на плодородной, хорошо дренированной почве. Хорошо переносит кратковременный водный дефицит, но нуждается в поливах, в засуху. Более высокие сорта могут потребовать подвязки. Растение после первого цветения стоит обрезать, тогда оно снова зацветет. Песчаный грунт позволяет получить более ароматную траву. Стоит позаботиться о нужном количестве света. Растение лучше растет на южной или западной стороне дома, на тихом склоне или в травянистом саду, защищенном от ветра. Высевание семян котовника требует немного больше работ. Из-за твердости их сначала следует поместить в морозильник на ночь, затем семена достают из морозильной камеры и погружают в миску с водой на 24 часа. Так покрытие семян будет нарушено и им будет легче прорасти. После увлажнения почвы семена нужно рассыпать по всей поверхности и чуть присыпать, но не более чем сантиметром почвы. Грунт требуется увлажнять опрыскивание. Это позволит избежать размывания семян с почвы. После прорастания, которое длится около 7-10 дней, сеянцы нужно рассадить. В открытый грунт сажают в конце мая. Расстояние между саженцами должно быть около 30-50 см. Леатрис. Декоративное садовое растение Леатрис образует характерные, уникальные длинные соцветия, распускающиеся сверху. Он медоносный, привлекает пчел, его любят бабочки. Леатрис вырастает в зависимости от сорта и условий выращивания от 50 до 100 см в высоту и 340 см в ширину. У него прямые, узкие, травянистые листья, ярко-зеленого цвета, длиной до 30 см. Из куста выходят цветочные побеги, оканчивающиеся соцветиями, длиной 30 см. Соцветия бывают фиолетового, сиреневого, розового цвета. Цветы раскрываются с верхушки побега. Цветение Леатриса продолжается с июля по сентябрь. Леатрис неприхотлив, выращивать его несложно. Условия, которые должны быть созданы для полноценного развития растения, это в первую очередь солнечное, теплое место. В идеале солнце должно падать на многолетних полдня. Цветок Леатрис также справится с полутенью. Но на солнце цветение будет намного эффектнее, равно как и интенсивность окраски цветов. В полутени побеги могут немного вытянуться. Участок для посадки не должен быть слишком влажным. При слишком сухой почве стебли становятся короче, но на обилие цветов это не сказывается. А вот когда почвы слишком влажные, стебли становятся высокими, а размер соцветий остается неизменным. Леатрис имеет невысокие требования к почве. Из-за расположенности гнили, клубней, цветок не любит почвы тяжелые и переувлажненные. Поэтому лучше высаживать Леатрис в почвы сухие, водопроницаемые, гравинные или песчаные, предпочтительно плодородные, со слабокислым или нейтральным pH. На песчаной почве вырастает намного меньше, но цветет обильно и красиво. Посев Леатриса из семян производят ранней-ранней весной или в конце зимы. Семена должны пройти период низкой температуры, прежде чем начнут сходить. После необходимой стратификации в холодильнике или в морозильной камере посейте их неглубоко. Их пикируют в отдельные горшки, когда у сеянцев появится минимум два развитых настоящих листа. В конце мая-начале июня рассаду высаживают в открытый грунт. Астранцы. Самая известная легенда про астранцы. Когда-то на опушку леса упала яркая звезда, которая влюбилась в земного парня. От удара на землю она рассыпалась на тысячи блестящих осколков, которые превратились в мелкие очаровательные цветочки, которые светятся по ночам. От этой легенды и название цветка – астра, то есть космос. В России этот цветок издавна называют звездовкой. Растение это многолетнее, корневищное, из семейства зонтичных. Стебли прямые, тонкие, маловетвистые, высотой от 15 до 90 сантиметров. Листьев мало. На длинных черешках собраны в прикорневую розетку. Кусты раскидистые и до полуметра в диаметре. Астранцы декоративны весь садоводческий сезон, до самых заморозков. Посадка и уход этой цветочной культуры настолько прост, что под силу даже начинающему цветоводу. Прекрасно растет астранцы на солнечных местах. Мирится с полутенью, редкими поливами и несвоевременными подкормками. Неприхотливый многолетник, украшая сад, требует к себе минимум внимания. Цветет звездовка с июня по август, а большинство современных сортов даже весь сентябрь. Компактная корневая система культуры непритязательна к почве, устойчива к морозам. И спустя 1-2 года образуют плотные декоративные заросли, способные много лет расти без пересадки. Красота цветения зависит от своевременного полива и удаления отцветших соцветий, забирающих у кустика силы. Облегчает выращивание астранцы и чрезвычайно устойчивость к уродителям и заболеваниям, включая грибковые. Одним из главных условий схожести семян считается стратификация семенного материала. С этой целью его необходимо смешать с песком и отправить в холодильник на нижнюю полку минимум на 2 недели. Главным правилом при высевании семенного материала астранцы является то, что делать это стоит не глубоко. После процедуры субстрат необходимо слегка уплотнить. Для орошения лучше использовать пульверизатор с теплой водой. Контейнер с насаждениями должен находиться в теплом и светлом помещении. Несмотря на то, что взрослая астранца хорошо растет и в тени, для рассады наличие солнечного света является очень важным. При недостаточном освещении молодая культура будет вытянутой, бледной, с недоразвитой листвой. Оптимальным показателем для нее считается 22 градуса тепла. Проветривая помещение, не стоит допускать сквозняков. Поливать насаждение стоит раз, двое-трое суток по мере цехания почвы. Главное не переувлажнять грунт, так как это может стать причиной загнивания несформировавшихся корешков. Начинать пикировку молодых сеянцев можно, когда у них появится пара настоящих листочков. Рассаживание рассады проводится очень аккуратно, чтобы избежать повреждения корневой системы. Высаживают растения в отдельные небольшие контейнеры с легким грунтом. Лучшим временем для высаживания звездовки на постоянную территорию является конец мая или начало июня. Культура относится к морозостойким, но лучше выбирать время, когда ночью температура воздуха не опускается ниже 10 градусов тепла. Стоит правильно выбрать участок, на котором в последующем будет расти астранция. В этом случае лучше отдать предпочтение месту с хорошей освещенностью или в небольшой тени деревьев. На территории должен быть питательный и рыхлый субстрат, состав которого в этом случае роли не играет. Высаживая астранцию в открытый грунт, стоит соблюдать следующие несложные правила. Придерживаться дистанции между растениями в 30-40 см. Уровень посаженной культуры должен быть таким же, каким он был в контейнере. Если сразу срезать увядшие соцветия, то растение дает вторую волну цветения, которая по обильности иногда даже пышнее первой. Подкормку надо делать только один раз, весной, в процессе роста. Дальше не стоит этого делать, иначе растение будет гнать в зелень, а цвести будет мало. Астранция практически не болеет и не имеет природных вредителей. Лаванда Каждый садовод, даже начинающий, без труда сможет посадить семена лаванды на рассаду. Здесь нет каких-либо сложностей и секретов. Тем не менее, имеется ряд рекомендаций, соблюдение которых позволит получить сильные, здоровые, молодые побеги, готовые к пересадке в открытый грунт. Выбор и подготовка посевного материала – это самый главный пункт успеха. Качественные семена – это залог хороших растений и отличных сходов семян. При покупке, прежде всего, необходимо обратить на срок годности посевного материала. Лучше всего, конечно, самостоятельно собирать семена лаванды. Хранят их в темном и сухом месте, в герметичных, защищенных от влаги упаковках. Для рассады лаванды подходит готовая смесь универсального грунта для комнатных растений. Сеют лаванду в несколько шагов. Наравне с обязательным прокаливанием грунта, не будет лишним замочить семена перед высадкой в слабом растворе марганцовки. Это стандартный шаг для любой рассады, но он всегда очень эффективный. Тем не менее, самый важный момент для лаванды другой – обязательная стратификация или закаливание семян. Стратификация семян лаванды заключается в выдерживании посевного материала при пониженных температурах от плюс 2 до плюс 4 градусов. Делают это чаще всего в холодильнике и таким образом создают имитацию естественных условий, когда семена зимуют под слоем снега или талых вод. Я же делаю так. В феврале подготавливаю неглубокую тару, заполняю дно дренажным слоем и сверху засыпаю рыхлопитательный грунт, поливаю. В небольшие канавки сею семена, предварительно замоченные. Небольшие семена лаванды нужно сажать в бороздки в грунт не глубже 1 см и едва присыпать землей или песком сверху. Накрываю тару крышкой, полиэтиленом или стеклом и ставлю в холодильник на 2-3 недели, в идеале 1 месяц, время от времени проветривая и смачивая верхний слой из пулевизатора. Затем ставлю в теплое место, где днем будет больше плюс 20, а ночью не ниже плюс 16 градусов. Поливать часто, но немного, сначала из распылителя, а после появления ростков небольшой лейкой или шприцем, чтобы не попадать на листья рассады. В дальнейшем поливать 2-3 раза в неделю. Первая пикировка проводится по желанию, тогда когда у рассады будет как минимум 2 собственных листика. Высаживают лаванду в открытый грунт, нужно с комом земли. Обычно лучше всего это делать в мае, когда световой день составляет больше 14 часов, а температура даже ночью не падает ниже плюс 12 градусов. Необходимо для лаванды выбрать самое солнечное место. Чем светлей участок, тем лучше цветение и запах. Почва предпочтительно с высоким содержанием кальция. Слишком кислый грунт желательно исправить мелом или доломитом. Один из основных способов ухода за лавандой в саду – это обрезка. Ежегодная обрезка заставит растения обильно расцветать и поддерживать правильную форму. Платикодон крупноцветковый. Платикодон крупноцветковый – это ширококолокольчик. Крупноцветковый представляет собой красивый травянистый многолетник, относящийся к колокольчиковым. Высота платикодона колеблется от 20 до 80 см. А его зеленая окраска имеет сизый налет. Его цветы похожи на широко раскрытый колокольчик до 8 см в диаметре. Простой или махровой формы. Они располагаются одиночно или собираются в соцветия до 5 штук. Их окраска может быть белый, розовый, голубой или фиолетовый. Цветение длится с июля по сентябрь. Так как растения очень сложно размножить черенками или делением куста, то чаще всего используется выращивание платикодона крупноцветкового из семян. Семенной способ является достаточно надежным. До посева рекомендуется поместить посадочный материал в холодильник для стратификации. Это повысит процент схожести. Перед посадкой семена следует завернуть в ткань, поместить в чашку с водой, в которой можно добавить стимулятор роста и оставить на несколько дней для набухания. Затем семена равномерно распределяются по поверхности почвы, а сверху немножко присыпать песочком. После посева посадки увлажняют с помощью пульвизатора, накрывают стеклом или полиэтиленом и отправляют в помещение с температурой воздуха около 22 градусов. Первые всходы следует ожидать в течение двух недель. На протяжении этого времени следует ежедневно открывать посадки на несколько часов для проветривания. Полив осуществляют после того, как подсохнет верхний слой грунта. После того, как всходы достаточно окрепнут, укрытие следует снять, а ящики переместить в место с температурой воздуха около 18 градусов. После того, как у растений образуется по 4 настоящих листа, их надо пересадить в индивидуальные емкости не более 10 сантиметров в диаметре. Это позволит растениям менее болезненно перенести высадку в открытый грунт. В зависимости от погодных условий, саженцы платикодона высаживают на постоянное место роста в мае-июне, когда закончатся угрозы заморозков. Растения любят солнечные участки с глубоко залегающими грунтовыми водами, при этом неплохо развиваются и в полутени. Но слишком затененные места противопоказаны для платикодона, так как его стебли будут вытянутыми и тонкими, а цветы мелкими и бледными. Колокольчик платикодон нельзя переувлажнять, так как его корневая система очень склонна к загниванию. Почва для него требуется плодородная, рыхлая, имеющая нейтральную реакцию. Правильно посаженный платикодон может расти на одном месте от 5 до 10 лет. Если за растениями ведется правильный уход, то они украшают садовый участок до самых заморозков. Их густая листва сначала приобретает лимонный, а затем багряный окрас. Когда на участке выращивается несколько сортов разновидностей платикодона, различные окраски, то нужно быть готовым к тому, что они обязательно переопылятся. Из собранных семян часто получаются новые растения, совершенно не похожие на материнца. Колокольчик платикодон является специфическим растением. Молодые побеги весной появляются на 2-3 недели позже, чем у других многолетников. Поэтому прежде чем выбрасывать его, считая погибшим, нужно немного подождать. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. И чтобы не пропустить новые видео, нажмите колокольчик. Всего доброго, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова